Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Во второй части мы поговорим, конечно, о большой политике, куда же без нее. Во первой части мы поговорим о жизни. Ну, автомобиль, как мы знаем, это тоже часть нашей жизни, неотъемлемая часть, особенно летом, когда очень многие задумываются, может быть, о смене автопарка. Это относится, наверное, и к частным лицам, и к компаниям. Вообще о тенденциях на мировом автомобильном рынке, и, может быть, об особенностях латвийского автомобильного рынка. Мы сегодня побеседуем с экспертом, председателем Совета компании ВС Александром Оськиным. Добрый день! Добрый день! Так что в мире вообще происходит? Вот так от мира, от глобального, потом к частному, перейдем к нашей родной Латвии. Каковы мировые тенденции сейчас? Мировые тенденции следующие. За последние 12 лет рост производства автомобилей в два раза превышает темпы роста населения. То есть это говорит о том, что все-таки автомобили производится все больше и больше и больше. Конечно, локомотивом здесь сегодня выставляет Поднебесное, где производится больше всего автомобилей. Но и в Европе, и в остальном мире их все больше и больше. Вопрос, какие автомобили выпускаются, мы, наверное, чуть позже. Да, но это, в принципе, почему, значит, автопроизводители ведь себе не враги, значит, они как-то рассчитывают, просчитывают. Наверное, пришли к выводу, что действительно потенциал еще больше, да, то есть рынок автомобильный может стать еще больше. Да, сегодня все чаще и чаще звучат предложения рассматривать владение автомобилем не просто как вот владение, как таковое, а вопрос обеспечения мобильности или mobility, как называют. Поэтому передвижение, это, конечно, одна из частей, свобода передвижения, это одна из частей свободы. И многие люди сегодня очень-очень свободны в том, чтобы сесть в автомобиль и поехать из одной страны в другую. Для нас вообще нет проблем путешествовать по Европе. Это, конечно, толкает нас на, может быть, более частое использование автомобиля, чем прежде. Тем более, если еще недавно был один автомобиль на семью, теперь уже два в порядке вещей. Я уже не говорю про большее, но, в принципе. Да, да, совершенно верно. Да, вот еще, наверное, такая вот, не знаю, тенденция, не тенденция, но целый ряд скандалов, который был связан вот с неправильными или с искаженными, я так дипломатически говорю, данными по выбросу вот СО2. Примерно, чего с Volkswagen, а потом дальше переметнулся скандал, я так понимаю, даже Audi затронул. И все это привело, я так понимаю, во-первых, к снижению вот этих акций крупных компаний, штрафы большие. И, может быть, это совпадение, может быть, нет, еще больше стали обращать внимание на окружающую среду. И, к примеру, мы знаем, что в Германии из многих мегаполисов пытаются вот эти дизели, по крайней мере, поддержанные, как-то вытеснить. Может быть, несколько слов об этой тенденции, что происходит и чем мы тут отличаемся. Я за этим процессом наблюдаю с самого начала, даже вот скорее с 2012 года, когда появились первые исследования английских институтов, связанных с автомобильным бизнесом. Но вот этот вот большой толчок, дизельгейт так называемый, который начался в 2015 году, мне поначалу казалось, что это как бы искусственно созданная проблема. Вот, своего рода конкурентная борьба с европейскими автопроизводителями и, прежде всего, с Вольксвагеном. Но вот это событие, оно вообще всколыхнуло и подняло такой пласт проблем, которые умалчивались и скрывались в течение очень долгих лет, которые сегодня на слуху во всей Европе, во всем мире. У нас, может быть, Владвет не так освещается, как должно, но я хотел бы сказать следующее, что вот эти проблемы, связанные с дизельными двигателями, с их зачастую просто недопустимыми выхлопами, очень опасных отравляющих веществ, они привели к тому, вот эта информация, эта дискуссия привела к тому, что многие европейские страны, города и населенные пункты запретили въезд дизельных автомобилей на свою территорию вообще. Да, например, в той же самой Германии с 1 апреля первая часть, с 1 июня вторая часть немецких городов и населенных пунктов запретили въезд на свою территорию автомобили, у которых показатели выхлопов ниже, чем евро-6, то есть евро-3, евро-4, евро-5. То есть поддержанные автомобили, так и очень поддержанные, да. Не могут въехать в принципе. А что такое евро-6? Евро-6 это автомобиль дизельный, который выпущен после 1 сентября 2015 года. Так что, дорогие радиослушатели, если у вас автомобиль выпущен до этого времени. И он дизельный? И он дизельный, то вы просто никуда не въедете. Вам придется за чертой города оставить автомобиль и дальше перемещаться по городу на общественном транспорте. Получается, что Латвия так не заботится об охране окружающей среды и о том, чем мы дышим, как Германия. Такой я вывод делаю, да? Да, конечно. Ну, Германия очень серьезно подходит к этому. Если говорить о Германии, крупнейший автопроизводитель в Европе, такие компании, как Volkswagen, VAC, Mercedes или BMW, ну, они стали заложниками той ситуации, которая образовалась в мире. То есть, их модельный ряд практически полностью состоит из дизельных автомобилей. И сегодня продать дизельный автомобиль становится все сложнее и сложнее. Потому что даже Евро-6 через пару-тройку лет... Завидится на Евро-7, да? Завидится на Евро-7, вы снова окажетесь вне закона. Вот. И как иллюстрация того, что эти автомобильные компании находятся в тяжелом положении со сбытом, иллюстрация является падение курса акций этих компаний. Например, за последние три года в среднем у этих компаний курс акций упал в два с половиной раза. О чем это говорит? Нет денег на новые разработки, на модернизацию, на создание новых моделей, но это как бы сигнал. А почему так вообще случилось? Я понимаю, что надо анализировать бизнес-планы этих компаний. Мы так, может быть, в ГУП далеко не пойдем. Но почему это случилось? Потому что мы говорим о компаниях, не знаю, о мировых брендах. Мы сейчас не будем, может быть, там их рекламировать, но мы понимаем, о чем идет речь. И, казалось бы, у них достаточно было средств и на модернизацию, как вы сказали, на инновации, на то, чтобы, модное слово, деферсифицировать свое производство, делать гибриды. Ну, потом поговорим еще и об этом тоже. Что произошло? Почему вот основной сегмент стал дизельный? В этом покупатели увидели, не знаю, преимущество экономии, не знаю что? Ну, в свое время дизель считался, конечно, самым экономичным вариантом. Потом в западноевропейских странах, например, в той же Германии, во Франции, были программы, которые призывали людей пересаживаться на дизеля. Да, даже так. И даже были субсидии определенные для этого. Почему это произошло? Ну, это произошло во многом еще и потому, что компании, производящие автомобили с дизельными двигателями, в частности, Volkswagen, вводили в заблуждение общественность. При всем при этом, участвуя в комиссиях, в еврокомиссиях по внедрению новых, более жестких норм выброса, как евро-4, евро-5 и евро-6, они как бы были громче всех, что вот надо как бы бороться за зеленую, ну, за менее вредную. Среду. Да, среду. И оказалось следующее, что после так называемого дизельгейта, еврокомиссия обнаружила, что в течение долгих лет европейские, некоторые европейские автопроизводители вводили в заблуждение еврокомиссию. Например, тот же Volkswagen был наказан на 1,3 миллиарда штраф. Фантастический. За то, что они поставляли неправильные данные. Потом, система измерения выхлопов, которая существовала прежде глобально, и та, которая существует с сентября прошлого года, она достаточно существенно отличается. То есть, если вы покупаете автомобиль сегодня, то показатели уже будут соответствовать реальности, как по расходу топлива, так и по выхлопным газам. А прежде эти замеры в основном делались в условиях статики. Плюс расход топлива. То есть, пока стоит машина, да? Автомобиль стоит на стенде, да, он работает. Померили, он вроде не очень дымит, нормально, все записали. А вот если газануть? Сдали в эксплуатацию. А если газануть, ну там, конечно, вы увидите то, что вы видите каждый день, каждый час на улицах нашего города. А по расходам топлива очень большие были отличия между фактической и декларированным расходом. Было связано с тем, что раньше замеряли расход топлива автомобиль пустой, ничего не включено, ни кондиционера, никаких потребителей, практически с пустым баком, без запасного колеса, температура плюс 25, идеальная дорога, грамотный водитель. И вот тогда они замеряли. Но жизнь немножко по-другому устроена. У нас не всегда 25 за бортом. Особенно в Латвии, да. Поэтому это, что касается... Что касается, может быть, тенденции Латвии, я так понимаю, что если мы посмотрим на латвийскую действительность, об этом мы во второй части, может быть, тоже еще побольше поговорим, то мы увидим здесь прямо противоположную ситуацию. Насколько я понимаю, у нас не регулируется ни возраст автомобиля, ни выхлопы. Ну, нет, я понимаю, во время техосмотра проверяется, но, в принципе, насколько я понимаю, у нас борьбы за чистый воздух не ведется. И ситуация, к примеру, в Риге, в центре, я так понимаю, крайне неблагоприятная. Я считаю, что этой борьбы не ведется. Больше того, даже дискуссия на этот счет практически не ведется. И, к моему большому сожалению, я должен сказать, что те, кто должен об этом писать, они об этом молчат. Потому что те же автомобильные журналисты, они ангажированы автопроизводителями. Они ездят на презентации, они ездят на тест-драйвы, у них размещают рекламу. Все хорошо. Как же они будут выступать? Но я должен сказать следующее, что в Латвии на сегодняшний день самый старый автопарк в Европе. Средний возраст автомобиля в Латвии сегодня составляет 14 лет. И около 80% всего автопарка – это дизеля. И, к сожалению, это дизеля Евро-3, Евро-4. Это очень старые автомобили. И почему это происходит? Мы отчасти можем сказать, что это связано с нашими возможностями финансового населения. Но, тем не менее, мы видим, если мы посмотрим портал объявлений, мы увидим, что, ну, не знаю, процентов 80, если не больше, а, может быть, и все 85 – это машины в основном дизели. Есть и поновее, не только вот, естественно, 14 лет, но это дизели. То есть я так понимаю, что у нас по-прежнему такой вот стереотип у автолюбителей, что вот дизель – это вот правильно. Но сегодня, к сожалению, стереотипы во многом формируют продавцы БУ автомобилей, старых автомобилей, которые покупают их. Ну, когда я вижу, едет автомобиль, не буду называть марки, едет автомобиль и дымит, и в объявлениях я вижу, что такие автомобили продают с пробегом там 150-180 тысяч. И нужно быть экспертом, чтобы понимать, что автомобили, импортированные из Германии или из той же Швеции, с пробегом меньше 300 тысяч ни один швед-немец не продаст. То есть большинство автомобилей… То есть такие пробеги? 300 тысяч и более? Конечно, не меньше. То есть они уже в какой-то степени убитые, да? Да, совершенно верно. Когда автомобиль уже все, он не может и не имеет права эксплуатироваться в той стране, его просто продают сюда. И, к большому сожалению, должен сказать, что мы чуть ли не единственная страна, где не существует никаких ограничений на импорт старых автомобилей. Например, литовцы при всей своей практичности, они покупают дизелей в два раза меньше, чем латыши. Это удивительно. Это удивительно, этого я не знаю. Вот где продаются эти автомобили. Ну, многие, когда начинают с кем-то дискутировать, они говорят, что мы не покупаем те, которые не предоставляют бумаги. Так удивительно, что многие даже бумаги предоставляют, что где-то в Италии какой-то там техосмотр пройден, и там километраж, не знаю, там 120 тысяч. Ну, и дальше идут уже знакомые нам истории о том, что ездила там женщина-пенсионерка или глубокий пенсионер, буквально от дома до поликлиники, да, и там поэтому, не знаю, такие смешные пробеги. Ну, это у меня вызывает улыбку, и, к сожалению, большинство из людей верят в чудеса, что вот в обоих случаях он приобретет именно вот самый замечательный автомобиль. Но, я повторяюсь, автомобили имеют огромные пробеги. Зачастую автомобили не имеют самого необходимого, как катализатора, угольного фильтра, поэтому мы видим вот эти щадящие машины на улице. Автомобили не имеют подушек безопасности или пиропатронов на ремнях безопасности. Что это уже, в принципе, угрожает и безопасности. Большинство из них опасны для эксплуатации. Ну, что бы я призывал? Я бы призывал, конечно, проводить более тщательную оценку автомобиля. Вот. И этим должно заниматься ЦСДД. А для радиослушателей я бы посоветовал всё-таки более серьёзно относиться к подбору БО автомобиля. Почему? Потому что, купив автомобиль, может быть, не в неудовлетворительной кондиции, вы его просто через несколько лет не продадите ни за какие деньги. Он не будет иметь никакой стоимости на рынке. Это, кстати, очень серьёзное предупреждение. Во второй части мы как раз попытаемся ответить на такой хрестоматийный вопрос, что делать, да, вот какие есть варианты. Ну, вот как бы всё-таки вот завершая вот этот топик или вот эту тему, связанную вот действительно с приобретением автомобиля, всё-таки, есть ли хоть какие-то подвижки в том, если есть такие цифры, что всё-таки больше латвийцев стали приобретать, не знаю, у дилеров автомобилей. Пускай бы, да, так сказать, это зависимость, естественно, от толщины кошелька, возможности семьи. Но вот вы чувствуете, что есть такая тенденция, там, не знаю, на 1% больше, на 2%, на 5% или пока всё идёт по такому негативному сценарию? Ну, вы затронули очень важную тему, которую, мне кажется, мы даже в прошлом году как-то затронули. Это вот структура спроса, чтобы радиослушатели понимали, что в Латвию импортируется, предположим, около 70 тысяч автомобилей в год, из них только 20. Это новые, а остальные – это старые автомобили. И это абсолютно ненормальная и нездоровая ситуация. Например, наши соседи, эстонцы, они импортируют три четверти всех автомобилей, это новые, только четверть – старые автомобили. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что до самого недавнего времени в Латвии существовали так называемые налоговые карусели, когда автомобили завозились без налогов, регистрировались и потом появлялись вопросы у контролирующих органов как к продавцам, так и к доброворядочным покупателям. Вот, сегодня этот процесс наведения порядка продолжается, мы надеемся, что он скоро завершится, и тогда мы можем ожидать, что все больше и больше людей будет вместо старых автомобилей покупать новые автомобили. Это не значит, что им придется платить больше. Да, вот многие думают, что новый автомобиль по определению какие-то заоблачные цены, наверное, тут нужно смотреть и считать, и те расходы по обслуживанию этого автомобиля, может быть, в итоге будут дороже, потому что, я так условно говоря, ты покупаешь автомобиль за 10 тысяч, ну и так, да, и кажется, что вот ты выиграл, потому что новый там, не знаю, стоит 20, но когда ты в год примерно столько платишь на бесконечный ремонт и не можешь пользоваться автомобилем, чем автомобиль на гарантии, и многие начинают задумываться, не так ли? Да, я бы сказал, что когда мы считаем стоимость владения автомобиля, которая складывается из различных расходов, то владение новым автомобилем, как правило, дешевле. Как правило, мы можем найти исключение, какой-то очень дорогой автомобиль, но это немножко другая история, там, люксус класса. Да, мы сейчас про премиум не говорим, да, да. Да, потом, поверьте мне, хотим мы этого или нет, но наше правительство, государство будет вынуждено внедрять то законодательство, которое сегодня есть в Европе, которое дискриминирует старые автомобили и дискриминирует, в первую очередь, дизеля. То есть, например, в Брюсселе сегодня за пользование, только за пользование дизельным автомобилем ты должен заплатить 350 евро. Плюс там дополнительные налоги. Плюс, например, во многих уже европейских странах, где топливо стоит дороже 98-го бензина. Хотя, казалось, 98-й, это да. Плюс ты не можешь заехать во многие города и населенные пункты. Например, какие перспективы дизелей тех же в Германии, если вы, как юридическое лицо или физическое, хотите купить автомобиль в оперативный лизинг, то есть, попользоваться 5 лет, заплатили первый взнос, лизинговые немецкие компании вам сделают расчет с остаточной стоимостью на автомобиль через 5 лет 0%. То есть, через 5 лет этот автомобиль не стоит ничего. Почему? Потому что куда-нибудь его продать не будет никакой возможности. Поэтому я сегодня, может быть, забегая вперед немножко, сказал бы, что покупая автомобиль, пожалуйста, думайте, правильно ли вы инвестируете деньги и будет ли он что-нибудь стоить через несколько лет. Это очень важное замечание, потому что, как мы знаем из классического фильма, там человек счастлив дважды, когда он приобретает автомобиль и когда он его продает. Но вот сейчас, я так понимаю, риск не продажи автомобиля вообще ни по какой цене становится весьма реальным, потому что раньше мы считали, ну, за какую-то достаточную стоимость я ИСО продаю, он своих денег будет стоить. Теперь, я так понимаю, в отношении дизельных автомобилей мы не можем это уже так с уверенностью сказать, да? Абсолютно. Я уверен, что продать их будет некуда. По крайней мере, в Европе, наверное, уже... В Европе исключено. Если кто-то думает, что в Россию можно продать автомобили, то 12 лет тому назад в Россию был запрещен ввоз, был автомобилей старше 7 лет. То есть, уже тогда заботились об этом. В Африку, поверьте, Африка вся наводнена автомобилями из Европы, поэтому или нам придется жить с этим автомобилем и дышать тем, что он выделяет. Или списывать условно. Или его просто списывать. Александр Луськин, у нас в студии, председатель совета компании ВЭС. Мы говорим об автомобилях и во второй части попытаемся ответить на вопрос, что делать. Новости и реклама. Будем принимать ваши звонки тоже во второй части. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз председатель совета компании ВЭС у нас в студии. Перед тем, как действительно ответить на этот вопрос, что делать, буквально, я так понимаю, у вас тоже такие цифры заготовлены и данные по поводу характеристики обстановки в Риге с окружающей средой в свете всех этих автомобилей. То, что я рассказывал до сих пор, ну, это не какие-то теоретические рассуждения на то, что происходит где-то в мире. Это касается нас самым непосредственным образом. Потому что, когда я сегодня ехал в студию, я ехал по улице Валдемара. И мне кажется, что это, наверное, самая неблагополучная улица в нашей стране. И вы, наверное, знаете, в районе Дзерного там есть такая будочка металлическая, которая автоматически замеряет загрязнение воздуха. Ну, то ли ее сознательно сломали, то ли она не выдержала нагрузки, но она больше не передает в онлайн-режиме данных в Брюссель о состоянии воздуха в нашей стране. Тем не менее, Брюссель очень сильно озабочен то, что происходит. И Латвии было сделано предупреждение, что если Латвия до 2020 года кардинально не улучшит ситуацию, то латвийской стране нам придется платить штраф ежегодно 48 миллионов евро в год за то, что мы не соблюдаем установленные нормы. Вот. А что же выделяют эти дизеля? Почему вообще такой какой-то ажиотаж и негативные отношения? Вы знаете, в дизельных выхлопах самое страшное – это двуокись азота NO2. Даже не СО2, да? Даже не СО2 и окись углерода. Но именно двуокись азота является страшнейшим ядом, который поражает кровеносную систему, подавляет иммунитет. И я вижу, то есть мы сами себя травим. Я вижу, что было бы правильнее, чтобы не расходовать огромные средства на здравоохранение. Мы лучше чуть-чуть могли бы улучшить свою окружающую среду. Может появиться такой вопрос. А вот, ну хорошо, это где-то проблема. Вот я сижу в машине, да, у меня дизель, наносят в ряд окружающей среде, но это не меня касается, а тех, кто вот там вот за окном. Вы знаете, только что недавно было проведено исследование, немецкий журнал «Аутобильд», это самый ведущий журнал в автомобильном мире, европейский журнал совместно с Гамбургским институтом защиты здоровья сделал исследование. И выяснили следующее, что автолюбитель, автоводитель в своем автомобиле дизельном получает в 8 раз больший вред от того, что это дизельный автомобиль, чем окружающие. Это для меня было удивительно, но это так. Возникает вопрос, что делать. Вот здесь, к примеру, наш радиослушатель по системе WhatsApp, кстати, у нас тоже она работает. Вот он написал, Сергей Избал уже написал, что «Добрый день, Александр, пока банковская система не дает возможности покупать нормальным людям со средним достатком электрические или гибридные автомобили, значит, все будут покупать машины до 3000, покатался год и отдал». И дальше он пишет, что «Во всяком случае, субсидии на электрические автомобили Латвии не предоставляют никаких льгот, поэтому я думаю, что правительство все равно, на чем мы здесь ездим». Да, вот он затронул тему электроавторобилей. Но вообще, давайте ответим глобальный вопрос, а что делать в этой ситуации? На что переходить? Как вообще действовать? Сергей, я бы сказал следующее. Да, на самом деле это проблема, то, что наши финансовые учреждения сегодня не очень с большим удовольствием финансируют покупку автомобилей. Но этому масса причин, это, наверное, тема дополнительного разговора, поэтому те, кто хотят купить автомобиль, ну и не могут получить финансирование в банках, они вынуждены или искать или альтернативное финансирование, которое очень дорого, как правило, или покупать тот автомобиль, на который, ну, деньги есть. Вот. Что касается субсидий со стороны государства, ну, я здесь бы, наверное, сказал, что я против. Мы помним опыт, наверное, 4 или 5 лет тому назад, было продано в Латвии в конце года, буквально в декабре, несколько десятков электрических автомобилей, и половина их стоимости субсидировалась государством. Ну, понимаете, мы с вами платим налоги, наверное, не для того, чтобы спонсировать, поддерживать небедных людей, кто покупает электромобили. Мало того, что бесплатные стоянки, полоса общественного транспорта, предоставленные им, и зарядки бесплатные. Вот. Электромобиль, да, вы знаете, популисты очень-очень раскачивают эту тему и говорят, что это единственный выход в современном мире. Что это самый экологический транспорт, полезный и так далее. Вы знаете, вот два года тому назад правительство Сингапура, а это богатая, очень небольшая, но очень богатая страна, решили поправить дело с экологией и через то, чтобы перейти на легковые электрические автомобили. Но прежде они сказали себе, ну, давай-ка мы все-таки посчитаем, а какой же в целом вред окружающей среде наносит электромобиль и есть ли он. Когда были проведены очень серьезные подсчеты, обнаружились, что производство электромобиля и, в первую очередь, производство аккумуляторных батарей наносят очень серьезный вред окружающей среде. Второе – это выработка электроэнергии. Обычно это жгут уголь для того, чтобы на ТЭЦ выработать электроэнергию. И третье – это утилизация автомобиля. Это тоже еще один огромный вред автомобилю. И выяснилось, что сумма вот этих трех факторов дает выброс эквивалентный 220 грамм СО2 на километр, то есть в два раза больше, чем современный бензиновый автомобиль среднего литража. Поэтому слухи о безвредности электрических автомобилей очень сильно преувеличены. Потом, мы же понимаем, для того, чтобы мы все ездили на электромобилях, нам необходима очень серьезная инфраструктура. Большие инвестиции. Сколько это стоит? Наша задача – понимать, или мы сегодня ездим на том, на чем мы ездим, или мы ищем решения и переходим на более чистые автомобили, или мы существующие автомобили приводим в порядок. Я бы сказал следующее, что мы можем говорить о гибридах, можем говорить о электромобилях, но самый, наверное, реалистичный путь – это навести порядок с существующими автомобилями, чтобы они меньше загрязняли окружающую среду и не отравляли нас и наших детей. Да, вот что касается все-таки того, что делать, ну, мы знаем, что сейчас все больше и больше компаний, и даже те, которые раньше скептически к этому относились, включая европейцев, пытаются предлагать и гибридные двигатели. Почему, и в чем их особенность, и действительно ли это выход из этой ситуации? Гибридные двигатели, на мой взгляд, на сегодняшний день самое реалистичное решение. И гибриды сегодня по расходу топлива, они уже обогнали, то есть они меньше, чем дизельные автомобили. Например… И не только по трассе, как многие раз говорят. И не только по трассе, да, а прежде всего это в городе. И очень значительно меньше расход. Потом аккумуляторные батареи, гибридные батареи, на них дается гарантия, ну, той же Toyota, 10 лет. То есть фактически большая аккумуляторная батарея рассчитана на весь срок службы автомобиля. Мы в нашей работе, как компания ВЭС, которую я представляю, Toyota и Lexus, Toyota у нас 40% всех продаваемых автомобилей – это гибриды. И объем растет вообще именно по гибридам? И объем постоянно растет, и постоянно растет. И больше нет людей, которые относятся с опаской и недоверием к гибридам. А Lexus и 97% всех Lexus, что мы продаем, это гибриды. И у нас не было гарантийных случаев, что что-то случается с гибридной системой. Больше я вам скажу, гибридные автомобили в эксплуатации стоят и в обслуживании техническом значительно дешевле, чем автомобиль с традиционным двигателем. Это парадокс, но это та. И сегодня разницы в цене практически нет между обычным двигателем, назовем так, и гибридным. Поэтому, на мой взгляд, электромобиль может быть в некоторых местах и был бы хорош, но если у нас холодная зима, то большая часть электричества уйдет на подогрев сидений, стекол, воздуха в салоне, и на продвижение вперед останется только ничего. Ничего. И надо будет опять думать, где подзаряжаться. Да. Уже мне такое ощущение напоминает какой-то мобильник, такой уже подержанный, уже со слабой батарейкой, и человек все время должен, не знаю, думать, где этот провод носить с собой. Да, ну сейчас во многих местах есть уже беспроводный. Тем не менее, это проблема. Может, в самый неподходящий момент может мобильник перестать работать. Я так понимаю, то же самое с электромобилями, да? Да, вы знаете, я даже был свидетелем одного забавного случая. Стоит на обочине, в поле, стоит на обочине автомобиль Тесла. Так. Рядом стоит генератор Хонды, подключен кабель к зарядной розетке, генератор работает бензиновый. Просто дернул ручку, он завелся, и он заряжает таким образом автомобиль. Это было забавно. Саму Теслу, да, это очень забавно. Если мы говорим, у нас сейчас осталось чуть-чуть времени, если мы говорим действительно... А, давайте примем все-таки звонки, звонки по двум линиям, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, Суп, что у вас, пожалуйста? Добрый день. Да, пожалуйста. Ну, хорошо, конечно, гибрид, да, это очень прекрасно. Зимой он выхлапывает практически, он все время работает на бензине. Это не панацея тоже. В данный момент, если вы хотите содержать нормально природу свою, это единственный только автомобиль чистый, который работает на ЛПГ. Так что ваш клиент, который выступает, он тут просто рекламирует свой Тойоту. Спасибо большое. Вот такая реплика есть, да. Хорошо. ЛПГ, ну, ЛПГ тоже дает выхлопы. Может быть, не столь большие, как бензин или дизель. Да. Но это решение тоже. Но на ЛПГ может перейти только автомобиль бензиновый. А у нас более 80% всех автомобилей в Латвии – это дизеля. И вот как с этим быть, как этот вопрос решать? Да, вот это хороший вопрос по поводу перехода на газ. Это же, в принципе, бензин должен быть, чтобы перейти на газ. Так я понимаю. Да, совершенно верно. Это хорошее замечание. А вот, действительно, если мы говорим о тенденциях летних, что происходит сейчас, когда люди думают обновлять свой автопарк? Что сейчас происходит? Действительно, вот этот сегмент SUV, как мы его называем, или в народе говорят кроссоверы, да, вот такие небольшие джипы, вот, действительно, они все преобладают, их популярно все растет в Латвии в том числе, да? Да, в Латвии, конечно, сегодня SUV или внедорожники, автомобили, внешне напоминающие внедорожники, занимают около 40% всего рынка новых автомобилей. Я говорю о новых. О новых, да. Да, ну, здесь есть несколько причин. Во-первых, это мировые тренды. Например, класс D автомобили среднего размера в Европе, он резко снижается уже в течение долгих нескольких лет. Вот, потом автомобиль SUV, он по цене сравним, например, с седаном среднего размера. Потом у многих клиентов чувство безопасности. Сидя за рулем такого автомобиля, высоко сижу, далеко гляжу, и как-то окружающие относятся с большим почтением. Питят. Питят, да. И поэтому, опять же, дороги у нас разные, поэтому этот автомобиль становится все популярнее и популярнее. Например, в тех брендах, которых я представляю, это очень-очень значительная часть наших продаж. Это относится и к Хонде тоже, да? Я так понимаю, поскольку вы теперь представляете, если не ошибаюсь, и Хонду тоже. Совершенно верно. Мы представляем и Хонду, и если вернуться чуть-чуть назад к гибридам, то я должен сказать, что и Тойота, и Хонду первые в мире в 1998 году начали выпускать гибриды. Сказалось бы, столько лет прошло, да. Да, прошло уже 20 лет. И если сказать, что Тойота последовательно эту тему, скажем так, развивала, то Хонда как бы немножко подстала. И практически все автопроизводители в мире, которые мы знаем, начинали выпускать гибриды, но они покупали лицензии у Тойота Мотор Корпорейшн на производство. Это не их изобретение. Ну да, потому что мы знаем, что есть и БМВ гибриды, есть и Мерседес, за С-классы попадаются гибриды. Поэтому, в принципе, видимо, все-таки это набирает популярность. Гибриды для наших климатических условий, я считаю, это наиболее оптимальное решение. Потому что электрический автомобиль, мы знаем, электроемкость любой батарейки на холоде резко снижается. У гибридов она тоже снижается, но не так драматично, что зимой автомобиль работает на бензиновом двигателе. Нет, он работает с помощью гибридной установки. Я помню, когда в свое время еще только я начинал водить автомобиль, там опытные водители говорили, что ты знаешь, у дизельного автомобиля, если ты будешь брать дизельный автомобиль, например, поддержанный, ты должен понимать, что должен быть очень хороший аккумулятор, потому что не часто у нас, конечно, в последние годы бывают морозы, но если морозы ударят, и ты какое-то время не будешь ездить, то есть не каждый день, то у тебя есть такой шанс вообще, что эта машина у тебя не заведется. Это еще один, наверное, аспект, с учетом того, что все-таки у нас другие климатические условия. Да, сейчас климат меняется, может быть, суровые зимы остались в нашем детстве, но, тем не менее, я так понимаю, что обладатели старых дизелей и эту проблему ощущают по-прежнему. Да, и вы знаете, еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы дизелей, это то, что сегодня к дизельному топливу добавляют различные добавки. Да, мы не успели это обсудить, это тоже тема, соответственно. Да, это, наверное, долгая и специальная тема, но то, насколько страдают двигатели, и дает ли это в конечном итоге пользу окружающей среде, или это делают дизельные двигатели еще более неэкологичными, я считаю, что больше вреда, чем польза от этого. Так что это еще тоже, наверное, тема такая для обсуждения и дискуссий. Буквально последняя, может быть, ремарка, вот из того, что нам писал радиослушатель, то, что я зачитывал, но все-таки, тем не менее, несмотря на такие упреки или критики в адрес финансовой системы или банковской, мы видим, что тем не менее, объем машин новых купленных, лизинг, финансовый лизинг, оперативный, это тема отдельного обсуждения, но это, так понимаю, все равно растет. То есть, в принципе, есть возможность у людей, у которых нормальная кредитная история, взять этот автомобиль в лизинге. Да, в этом году рост автомобильного рынка новых автомобилей составил 8%. Уже неплохо, да? Ну, это не бог весь что. И, например, для сравнения могу сказать, что в Литве рост составляет 70%. 70? Да. И Литва и Эстония преодолели докризисный уровень уже 2 года тому назад. А для того, чтобы мы достигли докризисного уровня по продаже новых автомобилей, в целом, вся автоиндустрия, нам надо увеличить продажи вдвое. Да. Александр Вольский, у нас был в студии председатель совета компании ВЭС. Ну, много было звонков, не успели на них ответить. Ну, я думаю, что эта тема имеет продолжение. Большое спасибо. Спасибо.